Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки! В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про такую снасть как донка, обычная донка-поставушка. Возготовление она очень проста, ну и сама по себе снасть очень простая, может быть кто-нибудь сталкивался с ней, может кто-нибудь до этого ловил, я ее использую для ловли на реках. На реках можно не ловить также на больших прудах, как карпа, грубо говоря, и другую крупную рыбу. Я ее использую для ловли хищной рыбы. Щуки, налима и судака соответственно. Состоит она прежде всего из мотовила, из основного, длиной 30 сантиметров. Можно использовать по размеру, кому как удобнее. 30 сантиметров она по длине сама. По ширине она идет 10 сантиметров. Взготавливается она из деревянных заготовок, из подручных средств, грубо говоря. Прежде всего, далее идет у нас леска туда 0,7 от 0,6 и выше по диаметру. 0,6, 0,7, 0,8 и миллиметровка. На моих донках стоит 0,7. То есть на разрыв это где-то порядка 20 килограмм. Далее ставится грузило. У грузило у нас идет 6 унций. 6, 7, 8 унций в зависимости от силы течения. Снасть очень простая. Приходите на берег речки, разматывайте сколько вам надо. Там на заброс 20-30 метров под ноги. Размахивайтесь и забрасывайте. Угрузило находится на жесткой фиксации, то есть на самом посечку ориентированно. То есть привязывается здесь и соответственно идет поводок. Поводок, леску я ставлю 0,4-0,5. Вот поводок, ну длиной где-то сантиметров 50. Ключки можно использовать как одинарные, как у меня здесь одинарный крючок стоит. Ну и соответственно можно уже ставить двойники. Как на этой снасти стоит двойник. Насадка используется у нас как животное, так и растительное. Животное это у нас чейф, малек, узкие вырезки мяса, лягушку можно ставить. Растительное это соответственно жмых. На плитку жмыха, то есть если уже на сазана рассчитываете или на крупную, мирную рыбу. Вот. Снасть очень простая, ничего сложного из себя она не представляет. То есть изготовить ее не составляет большого труда. Вот. Намотки лески производится, грубо говоря, не по прямой наматывайте, а наматывайте восьмеркой. Для чего это надо? Грубо говоря, сюда, 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 сюда. Для чего это надо? Для того, чтобы уменьшить память лески, чтобы леска у вас меньше изнашивалась. Вот. Также отличительное чертое на этой снасти. Ну это доработка моя уже лично. Я вот в каждой поставушке ставлю, просверлю вот такие вот отверстия. Для чего-то они требуются. Для того, чтобы привязывать снасть, в случае покрывки крупной рыбы, привязывается снасть там к береговой линии, где-нибудь или к дереву, или если нет нигде деревьев рядом, она вбивается в берег палкой, и уже к этой палке, ну палка вбивается в землю, соответственно, и к этой палке через веревку привязывается сама поставушка, чтобы вы не потеряли снасть саму, чтобы она у вас не была утащена рыбой. И в принципе все. Простая очень снасть довольно таки ловит. Когда лагерем стою где-нибудь на берегу Оки, то на ночное время, там буквально за 3-4 часа до сумерек налавливаю малька, прохожу по береговой линии и соответственно раскидываю снасти. Ставится у нас сама поставушка, соответственно, здесь у нас уже идет палка, через эту палку пропускаете леску, и леска у вас как сигнализатор поклевки через палку. Палка делается прорезь, поперек палки зацепляется леска и забрасывается снасть сама живцом. Оставляется на ночь, там можно проверять ее в течение всей ночи ходить, раз в 2 часа выходить, просто смотреть натяжение лески самой, и можно сделать грубо говоря сигнализатор поклевки, это вырезать небольшую палочку 10 см длиной, сделать в ней поперечный разрез и повесить на леску. То есть при нейтральном положении у вас эта палочка будет лежать на земле, при поклевке соответственно за счет натяжения лески она у вас пойдет вверх. Можно вешать колокольчики, можно вешать бубенчики, но усмотрение это уже как сами. Я обычно ставлю их на ночь и соответственно иду в палатку, там занимаюсь очагом, непосредственно готовлю кушать и утро уже перед рассветом или с рассветом я ухожу, проверяю, что есть. На эту снасть попадается вся рыба, попадается даже лещ, лещ под лещик, если идет ловля у нас на червя. Попадается лещ из-за того, что у нас крючки здесь стоят довольно таки крупного размера, попадается очень-очень хорошая экземпляра рыба. В принципе все, можно даже поимки сама, но у меня он не попадался, у соседей было то, что ставили на яму попадалось, но опять же надо привязывать, если вы не будете привязывать, соответственно там солнык буквально килограммов два в три, он у вас просто утащит месяц совсем с этими палками совсем и вы потеряете снастку, ну соответственно рыба может погибнуть. Все, всем не хвостаньте шею, всем удачи, удачных рыбалок.